Развивая компетенцию, вот усиление собственного влияния или продвижение группового процесса, вот контекст нашего прям конкретного сегодняшнего обучения называется групповая динамика. Это про то, работая с живыми людьми, с группами, с семьями, с системами, с организациями, очень важно наблюдать некие феномены групповые, что такое проявление, кто главный в группе. Групповая динамика это проявление власти в группе, потому что если тренер это не обращает внимание, это мешает процессу обучения. И вот что делать, например, с лидерами в группе? Я всегда говорю, что их нужно присоединить, чтобы их присоединить и опираться на них в групповом процессе, важно их сначала диагностировать и вычленить. У нас у всех есть глаза и уши, мы способны видеть реальность, если обратить на нее внимание. И вот на тренинге мы просто говорим, вот на какие фокусы, на что смотреть, смотрим мы с помощью нашей интуиции, наших чувств и эмоций. И вот, наверное, вернуться к себе, довериться своему внутреннему ощущению интуиции, это вот часть деятельности тренера в том числе. Жизнь, она же переменчива и хаотична. И поверить, вот отказаться от своих представлений, конструктов, записать в кластеры людей такой, вот он такой активный, это неактивный, это пассивный. Это ошибка, потому что любой пассивный человек может вдруг в какой-то момент стать лидером. И наоборот, лидер уставший говорит, я в этой группе попробую побыть просто наблюдателем, мне так интереснее. И верить себе, своим переживаниям и глазам, вот в этом и есть трудность у людей, которые занимаются развитием и обучением. Потому что стандартное – это интеллект, а динамика – это просто наблюдение.